Добрый вечер! Приветствуем вас в очередном видео «Понимаем английский» по комментариям на ютубе. Сегодня качество видео будет довольно низкое, потому что мы остаемся верными традициям нашей школы. Ну на самом деле, ну ладно, есть причины, нет причин. Вот, видео вот такое я нашел, про... просто, просто. Вот, давайте посмотрим лучше вот кусочек его, а я потом вам скажу. Давайте сначала скажу, что я не одобряю такие приключения, потому что человек очень быстро ехал по дороге. Как бы если есть вероятность самому разбиться, я к этому нормально отношусь, это выбор каждого. Но в данном случае, когда вы на дороге такое делаете, то есть большая вероятность, что вы кому-то еще можете наделать. Ну, в общем, и так это все ясно. То есть я не поддерживаю то, что происходит на видео, но, как бы, ну если весело смотреть, то как бы почему бы и... То есть не обязательно нужно поддерживать то, что... Правильно? Правильно. Давайте посмотрим кусочек видео и перейдем к разбору комментариев. Ладно, хватит. Это как горит вода, течет огонь и гоняются придурки по дорогам. Можно смотреть бесконечно, поэтому давайте о комментарии читать. I really hope the cops caught this guy in the end, because he should legally be assigned as a cop to chase criminals in the future with those top-tier skills. Так, что тут у нас? Лексика, как говорится, top-tier, лексика, top-tier, это как бы... Tier вообще-то, как бы, какая-то вот в какой-то градации есть, там, tier one, tier two, first tier, top-tier, то есть высшего... Высшего, что, высшей пробы, наверное, можно было бы сказать, что-то типа, ну, высокопро... Че, поищем? Top-tier? Или не надо? Давайте. Top-tier. Что у нас? Что-то такое? Top-tier. Top-tier. Yes, top-tier definition. Давайте. Of the highest level of rank with regard to quality, reputation or importance. Top-tier winners of the result of blah-blah-blah. In GI, а, и все дальше, просто примеры. Ну, то есть... Of the highest level or rank with regard to quality, reputation or importance. То есть наивысшее качество, либо же... Ну, здесь не ранг имеется в виду, а как ranking. То есть высшая мера, проба, вот что-то такое, the highest уровня или меры по отношению... Кстати, вот, with regard to... Это как бы по отношению к... Тоже очень полезное такое, пригодится. Quality, reputation or importance. Reputation. Очень похоже на то, что в русском. Использование репутации, reputation, в принципе, даже практически одинаково используется. То есть его даже особо учить не надо. Importance. Important. Важный. Importance. Важность чего-то. Влиятельность. Влиятельность может быть. Ну, ладно. И quality. Ну, качество. Quality. Качество, особенность. Ну, в данном случае, наверное, скорее всего, качество. То есть такое. То есть что-то высокопробное там, да. Наивысшее на это. Значит, охота на глагол, а часть 30 какая-то. I really hope the cops got. То есть что ищем сразу? Глагол be в любой форме. Потом, если нет, глагол любой модальный. То есть тоже за что зацепился. Если нету, ну, do, включая в модальный, уже пусть там, то там, то не там. И если ничего не остается, то уже тогда пытаемся договоряться, там, смысловой глагол, там, с каким-то окончанием, чтобы он там с носа заканчивался, чтобы, если с лицом его сопоставить, или похож был на прошлую форму, либо на ды заканчивался, либо там узнать неправильный глагол в прошлой форме, или что-то типа того. Значит, охота на be сначала, охота на bees, это же эти пчелы. I really hope the cops caught this guy in the end. They hope he should. Модальный глагол хорошо, legally be. Be, но не то, да, нам нужна как раз любой be, кроме самого be, да, ну, имеется в виду любая форма определенная. То есть нам время нужно, лицо, то есть be уже, понятно, ни к чему не привязано грамматически. I signed as a cop to chase criminals in the future with those top-tier skills. Значит, только should у нас есть из таких, что прямо вот, ну, очевидных. Вот давайте за него и зацепимся. Никак не раз... Так, давайте, как можно разбить? Should be... Что-то типа там because, while, запятая, да, нету ничего такого. In, with... Смотрите, там in что-то, with что-то, то есть, скорее всего, вот это, наверное, здесь никаких глаголов нету. Давайте посмотрим. Скорее всего. То есть, никаких гарантий. In the future with those top-tier skills. With, с... То есть, смотрите, in the future, то есть, здесь ничего разбирать не надо, то есть, в... ну, в будущем. With, то есть, в будущем с... Those, те... Top-tier skills. То есть, получается, those, мы уже понимаем, что будет сейчас множественное число. Вот они, skills. Those skills. Значит, top-tier будет прилагательным. То есть, оно будет описывать skills. То есть, они будут либо прилагательные, либо, как недавно обнаружилось, adverbs могут быть. Опять, я говорю adverbs, потому что, мне кажется, adverbs себя обобщают в несколько частей речи в русском языке. То есть, либо как, либо какой, грубо говоря, будет. Top-tier. Высокий, наивысший... Наивысшая ступень. Кстати, наивысшая ступень может... Тир. Тир можно перевести как ступень, да. А top-tier как вот высшая проба или что-то типа того. Художественное. Значит, в будущем с такими... С теми, но имеется в виду с теми, с такими... С такими скиллами, да. С такими способностями. То есть, в будущем с такими способностями. Все, оставляем его здесь. Значит, теперь вот так вот у нас будет. Because he should legally be assigned as a cop to chase criminals. Так, to что-то там тоже можем его отбросить. To chase... To chase... Ну, здесь гоняться будет как раз, догонять. Criminals. Множественное число преступники. Criminals. То есть, те, кто делают криминальные дела. I am a criminal. One criminal. Это один преступник. Criminals. В данном случае много. To chase criminals. Гоняться за преступниками. In the future with those top-tier skills. Так, гоняться за преступниками в будущем. С этими его... Как мы говорили? Ну, способностями. Такие высокопро... As a cop to chase. Так, непонятно. То есть, что-то as a cop. То есть, что-то делается уже as. Да? Что-то происходит как что-то. Потому что иначе... Хотя green as... Ладно, наберу свои слова. Видео вырезали, выбросили. Вы ничего не видели. Because he should... Хорошо, давайте, хватаемся. He should... Он... Ну, should... Там... Непонятно, что. Should перевести нельзя. Will перевести нельзя. Can перевести нельзя. Do перевести нельзя. Be часто перевести нельзя. То есть, все. He should... Да? То есть, здесь лучше надо с ними разобраться самими этими модальными глаголами, чем переводить, что значит he should. Предложение можно. Там он будет, ему следует там или еще что-то, да? Предложение. Но саму эту конструкцию нет. Вообще, модальные глаголы сами по себе... А-а-а. Правило одно из... На ходу придуманное, как пару из видео назад. Что модальные глаголы сами по себе ничего не значат. То есть, у них не будет значения как такового. Но ими можно, как бы, выразить полное... То есть, сказать целую фразу, закончить предложение. Например, he should. Do you think he should... Или should he... Да, he should. То есть, грамматически их хватает для того, чтобы создать... То есть, подлежащая сказуемость... Все, есть. He should. Это будет полное предложение. Но для смысла he should... Вот. То есть, как бы, непонятно. То есть, модальные глаголы сами по себе отдельно смысла не имеют. Как и все правила, созданные в нашей школе, нужно его поддать, жесточайшему перешерстить. В общем, пожалуйста, пишите ваши мысли по этому поводу. Обязательно ищите в этой теории, в этой гипотезе дырки. Но пока никто не смог это оспорить. Поэтому he should legally be... О, опять как? Опять adverb. Ли, да? Мы уже видим, что если на ли, ну, вот так на ли заканчивается, то это классно. Потому что легко, ну, чаще всего это будет adverb. То есть, как. Значит, he should be. He should legally be assigned. Он должен быть. Legally имеется в виду по закону. Ну, то есть, по всем. Ну, по закону пусть будет. Be assigned. Как бы прикреплен к... Sign это знак. Что-то типа, да? Signature to sign. Знак там свыше. Дорожный знак. Assignment. Signature, это когда вы подписываетесь. Тоже какой-то знак. Signify, да? Это что-то в себе нести, какой-то представлять что-то с собой. Да, там быть каким-то символом. Там, да? This guy signifies all the idiots on the road. Talented idiots. But, you know. Well, you know. People be people. Вот. This assigned будет. Его назначили. То есть, похоже, Тоже, как бы, да? Тоже есть с русским языком многое. Значит, он должен быть назначен as a cop. Назначен assigned as a cop. Ну, пусть будет назначен как коп, ну, как полицейский. Гоняться за... Подождите, это не то. Это я просто забыл слово. Криминалсты. Криминалсты. Криминалисты. Преступники. С одной стороны. Административные правонарушения не считаются преступления. Куда меня понесло? Куда? Остановите меня кто-нибудь, пожалуйста. Значит, я сам пока притормозить. Попробую. Because he should legally be assigned as a cop to chase criminals in the future with those top-tier skills. Кстати, in the future he should be assigned in the future as a cop. То есть, смотрите, тут получается гоняться за преступниками в будущем. То есть, как и в русском, будет немножечко так интересно, что имеется в виду, что он в будущем будет гоняться за ними, как фантастика какая-то или что. Ну, в принципе, смысл есть. То есть, нормально. Because he should legally be assigned as a cop to chase criminals in the future with those top-tier skills. Ну, как только отсидит, сразу запишется, пусть в полицию. Значит, это мы разобрали. I really hope the cops caught this guy in the end. Смотрите, caught. Может быть, прошлая форма. Может быть, третья форма. То есть, не глагол. А может быть, прошлая форма глагола. Вторая. То есть, глагол в прошлом времени. Кстати, смотрите, что здесь у нас происходит. I really hope. Опять у нас adverb. Как-то надеюсь. Реально надеюсь. Действительно надеюсь. I really hope, что that не обязательно. То есть, грамматически можно. То есть, мы уже знаем, что должно идти после этого. Поэтому можно сказать that the cops. Можно вот это that не употреблять вообще. Как и в этом тексте. I really hope the cops caught this guy in the end. In the end. В конце. Нормально. Разобрали. Убрали. I really hope the cops caught this guy. Я действительно надеюсь, что полиция, полицейские, the cops, caught this guy. Поймали. This guy, значит, I hope the cops caught. They did. I do. They did. I really hope cops caught this guy in the end. Что в конце концов они его поймали. Because he should be legally assigned as a cop to chase criminals in the future with those top-tier skills. Unwavering determination. Unwavering это как бы то, что не заканчивается. Или то, что не... Мне кажется, unwavering это то, что не иссякаемое. Но может быть не удержимое. Давайте проверим для меня. Потому что я его как бы использую. Но как вы уже поняли, его не очень... Подожди. Waiver way... Так. Unwavering... Так. Double позор. Как в первый раз. Как в первый раз. Continuing in a strong and steady way. Ну тут и так, и так получается. Можно понять. Unwavering. Кстати. Unwavering. Unwavering. Смотрите, здесь в одном W. Во втором W. Его часто... Ну часто можно местами их перепутать. Unwavering. Там еще как-то... Ну то есть часто такие ошибки... Может не у носителей. Но вот у нас с вами часто такие ошибки есть и будут. Поэтому... Unwavering. W сначала, потом W. Wavering. Можете взять это слово для практики произношения. Вот unwavering. Вауэл. Да? Вауэл. Weave. Ну в общем много таких слов. Значит, continuing in a strong and steady way. Что я говорил? Неиссякаемый или такое, что не заканчиваемый? В общем, да. То, что неугомонный. Unwavering. Давайте еще dictionary.com. Not wavering. О, кстати, видите, как удобно нам объяснили. Спасибо большое. Captain Obvious. Not wavering. Hesitant. Resolute. Кстати, да, Resolute, как бы у нас тоже, типа, ух. Не hesitant, то есть без, не сомневающийся. Кстати, а в Waivering тогда? To sway to and fro, flutter, flicker, quiver, slide, become unsteady. Да, это все такое непоколебимый, может. Вот, давайте. Какое у нас? Давайте с комментариями, если хотите, напишите, что у нас в Unwavering. А, Unwavering Determination. Кстати, Determination еще попробуйте перевести. Вот, если хотите, можете в комментариях попробовать дать перевод именно вот этой фразы, как вы ее понимаете. Давайте сразу скажу, что единственного правильного перевода не будет. Ну вот, что, как вы понимаете, Unwavering Determination. То есть, в данном случае Determination будет существительное. Unwavering будет какое что-то. У меня есть вариант, но я даже его предлагать вам не буду. То есть, грамматически здесь ничего, здесь именно вот, я думаю, может быть интересно. То есть, неудержимая целеустремленность, что-то типа того. Сказал, не буду и был. Я очень надеюсь, что, окей. Бро, даже если это не плохо, и он тоже, но... О, Господи, Господи. Даже если я даду сказать, что это неудержит. Господи, Господи, Драйвинг Скеллс, Right There. Ой, и разбирать здесь тяжело будет, потому что надо будет много исправлять ошибок. В принципе, стилистически, то есть так говорят люди. То есть, это не то, что он... Ну, как сказать? Кто-то скажет безграмотно, кто-то скажет... У нас так говорят. Но для наших целей этот текст нам не особо поможет, потому что Though, even though it is wrong, глагол пропустен, and he is, а здесь его спилинг, то есть здесь в данном случае у него получается спилинг это герундий, его превышение скорости, а he is спилинг, он в состоянии нарушения скорости, то есть видите, вот этот спилинг меняется часть речи, в зависимости от того, есть здесь пимпочка одна маленькая или нет, he, апостроф с, вот английский язык, он такие мелочи любит. Кстати, вот я неоднократно замечал, как один апостроф меняет смысл предложения очень сильно, ну отсутствие его или там. Bro, even though it's wrong, he is speeding, and he is speeding to, здесь t-o-o, But, even I dare to say that some godly that is, или that those are, или that's, смотря, что имеется в виду, долго, долго разбираться, не разберемся. Best, best, dodge, commercial, dodge, 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 to dodge, кстати, это типа уклониться от чего-то, там это там, dodge bullets, там часто говорят, да, типа от пуль, там под пулями бегать, уклоняться от пуль, Dodge the question, можно, да, типа уклониться от вопроса. Ну еще у него, наверное, есть другие значения, естественно, у этого слова, но вот одно из них, естественно, марка машины Dodge, Dodge, как говорили у нас в школе когда-то, когда я в школе учился, турбы собирали, жвачки, там была машина Dodge, ее все, по-моему, то ли хотели, то ли наоборот не хотели, я вот не помню. Ну, best Dodge commercial ever, то есть у нас Dodge получается как прилагательный, на месте прилагательного, а commercial похоже на какой-то, да, на прилагательное, а оно существительное, то есть Dodge похоже на существительное, commercial похоже на прилагательное, все наоборот, да, то есть лучший Dodge реклама, лучшая Dodge реклама, commercial это реклама ever, когда-либо. Best Dodge commercial ever, то есть самая лучшая реклама Dodge вообще в мире, ну, за все, в общем, когда-либо. And that all just happened because the girlfriend of the driver just texted my parents are home, can you come over? Это тоже популярный мем есть, ну, как бы, когда там картинка показывает, едет спокойно или идет там, или что-то происходит спокойно, и вот girlfriend ему texted, говорит, типа, родителей дома нет, можешь прийти, и там вторая картинка уже как он там, то ли, то ли, то ли, ну, то есть какой-то такой, то есть там мем нужно смотреть, но вот часто присутствует сам текст, в принципе, ну, как бы, на это автор комментарии делал ставку, что, как бы, он несется с бешеной скоростью, and that just happened because his owner driver just texted, давайте просто глаголы happened, all that happened, это все случилось, because the girlfriend of the driver just texted, то есть the girlfriend did, all that did, да, то есть даже если мы просто быстро-быстро пробежались, вот такие вещи нам должны даваться легко. That dodge has some serious power, ну, dodge с большой буквы, потому что это название машины, а не просто, как уклон какой-то. That dodge has some serious power to outrun a helicopter. That dodge has some serious power to outrun a helicopter. That dodge has some serious power, да, у него очень много мощи для того, чтобы или подумать только, тут здесь по смыслу не всегда, ну, скорее всего, подумать, ладно, неважно. To outrun a helicopter. Опять обращаю ваше внимание, что outrun будет одним словом здесь, как глагол, to outrun, то есть обогнать. Кстати, можно так, out что-то, можно, outsmart, да, перехитрить кого-то, outmaneuver, да, переманеврировать, ну, то есть outmaneuver кого-то, то есть кто-то замышляет что-то, а вы их еще перезам, ну, еще хитрее. Out, ну, outwith, outsmart, да, тоже обхитрить. Out, ту-ду-ду, ту-ду-ду, out, там говорят outnumbered, когда we are outnumbered, это уже не глагол, это уже мы есть. We are outnumbered, but not outgunned, то есть имеется в виду нас меньше, но у нас больше оружия, что-то разные есть такие варианты, но вот out что-то, but outrun helicopter, обогнать вертолет. I paid for the whole speedometer, I'm gonna use the... Что, будем укладываться в 30 минут? Или там, в 20-щем? Давайте будем укладываться в 30 минут, попробуем, но я тут разберем. Значит, ищем глаголы традиционно, как мы раньше, да, то есть глагол be, кроме be, в любой форме кроме be, ну, been, это не то, что нам нужно, это не глагол, то есть нам нужно... Am, is, are, was, were. Это нам будет просто подарок, потому что мы там можем быть точно уверены, что у этого глагола есть кто-то, кому-то он принадлежит, то есть что это сказуемое и у него есть подлежащее. Тоже, если вы с этим не согласны, пожалуйста, знаете, куда писать жалобы. Жалобы писать вот внизу там. И администрация нашей школы их рассмотрит. Если жалоб нет, то хотя бы попытайтесь найти жалобы. То есть, ну, я так понимаю, что я вас как бы стараюсь всегда готовить к тому, что на слово мне не верить, но, в принципе, как бы никому не надо верить на слово. Так что всегда придирайтесь, даже если вы об этом не напишете, что не написать может быть вежливо в каких-то, не в моих, не в моих видео, а вообще так ко всем придираться вслух. У вас люди перестанут, вы перестанете нравиться людям очень быстро, но так в душе попридираться, почему бы и нет, да, кто-то что-то сказал, вы там подумаете, ну, так это или не так, а может не так, а может не так. А там уже потом решите говорить, не говорить. Ну, в нашем случае говорите, пожалуйста. Вот, о чем была речь изначально? Ну, видите, держу обещание видео, качество видео. I paid for the whole speedometer, I'm gonna use the whole speedometer. То есть, давай, а, во, глагол be, а, во, подарочки, подарочки, подарок, глагол be. Любая форма глагола be из пяти, активная его форма, то есть, was, were, are, is, am. М, есть, м, форма. Смотрите, подарочек, да. Потом, после глагола be, опять же, это не то, что, это я сам придумал. Ну, может, независимо от меня еще кто-то это придумал. Ну, то есть, это не то, что, о, вот методика, там, методика, там, это не методика, просто так, прикольно. Значит, глагол be, потом любой модальный глагол, а потом уже вот охота на смысловые в извращенной форме, то есть, с окончанием или с д, или прошлая форма неправильного глагола. Значит, м есть, значит, точно уже здесь у нас в настоящем времени что-то происходит. Модальных нет, do, в чистой форме, как do, did, нет. Ну, вот, I paid for the, I, значит, I did, скорее всего, да, ну, значит, это глагол в прошлом. For the whole speedometer, 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 это они, это меряют скорость, такой есть инструмент, не знали? Спидометр, не знали? Вот, видите, как полезно, полезное знание у нас есть, можно получить. I'm gonna use the whole speedometer, видите, опять, speedometer, 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 прибор. Значит, I did, I did pay, I paid for the whole speedometer, я заплатил за целый speedometer, I am going to use, gonna use, сокращенно, да, но здесь going to use, I am going to use. Я есть, там, собирающийся использовать, целый speedometer, то есть имеется в виду, я заплатил за целый speedometer, я, ну, как бы, я, типа, буду пользоваться целый, ну, не очень по-русски оно звучит, по-английски очень смешно. I paid for the whole speedometer, I'm gonna use the whole speedometer, то есть, заплатил за целый speedometer, буду, как бы, как бы, что я вам объясняю? I missed the initial D. Что? I missed the first time I saw initial D. Initial D. Я не знаю, что это такое. Так, я не знаю, что такое initial D, поэтому складываем это, обратно убегаем отсюда. Непонятно. 27 минут, что, может действительно закончить? Давайте, скажите, пожалуйста, свои мысли о том, о длине самого видео, если урезать болтовню... Не. Попытки... Уже были попытки урезать болтовню, ничего хорошего с этого не вышло. Давайте, ладно, тогда просто... Длина вот этих видео какая? Вот сейчас мы будем в 30 минут укладываться в этом видео. Там было несколько по 40, потом по 30... Скажите, да, пожалуйста, скажите, длина видео какая вам кажется будет оптимальная, с учетом того, что уровень наличия болтовни будет приблизительно, к сожалению... Ну, я не могу... Я теряю сразу интерес, если мне нельзя... И все. И ничего хорошего тогда не будет, поэтому, чтобы было все хорошее, дайте человеку поболтать, задавайте вопросы, пока я еще маленький по тейту, поэтому отвечаю, в принципе, на все вопросы. Если у вас какие-то вопросы есть по грамматике, там по еще какой-то, по английскому, пишите их пока в комментариях, потом эта халява закончится, естественно, но сейчас, пока вот, на данный момент, конец 2021 года, халява присутствует, присутствует. Потому что видео набирает там по 20, по 30 просмотров, 100 просмотров, это вообще типа... Все, давайте еще быстро тогда, еще у нас есть 51 секунда. О, чувак, я был уверен, что он будет подниматься на этой треке, он будет так ужасно. Давайте быстро просто... Либо что-то смешное, либо... Газ, 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 I'm gonna run out of gas. Там это типа шутка, ха-ха, dude is absolute maniac, those cops will never catch him. Will, смотрите, will never catch him, will catch, will never catch. Никогда не поймают, the dude is... То есть это бы было вообще... Простейшее, да, бы было... Простейшее бы было предложение нам разобрать. Если бы я сейчас ничего не испортил... He is driving on the lines, да? He is... In the lines, наверное, потому что line это линия, а lane это вот полоса. То есть lane это то, что между lines. Вот у вас lane, вы находитесь в lane. To change your lane, you have to cross the line. То есть вам надо... Ну, cross the lane может быть тоже, но как бы такое. То есть lane – полоса, line – линия. Lines – это то, что краской нарисуют. Lane – это то, что между этими полосами, между этими линиями красными. 308, 09, 010. Спасибо большое. До следующих встреч. Все, пока. Я побежал, точнее все, все. Давайте все. Бррр. Брр.